Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про воду и сахар в вине. Во многих своих видео я регулярно повторяю, что хорошему вину, подчеркиваю то слово, ни вода, ни сахар не нужны. К сожалению, многие люди почему-то не слышат именно это ключевое слово, хорошему. То есть, если вы изначально используете качественное сырье, вы используете хороший спелый виноград в его лучших кондициях, вы правильно подбираете сорт винограда, который нормально созревает и дает хороший показатель именно в вашем регионе, то вам ничего добавлять не надо, если мы хотим получить хорошее вино. Единственный случай, когда вот такому хорошему изначально сырью нужно какое-то разбавление, не побоюсь этого слова, это только экономия, когда мы хотим получить больше продукта, но продукт этот будет уже немножечко не такого качества. Ну это такое отступление, а сейчас поговорим о тех случаях, когда же все-таки нам это добавление необходимо. Дело в том, что не всегда получается все так, как мы хотим. У нас могут быть плохие годы, у нас может быть неправильно подобран сорт, мы только в начале пути. Ну и всякое может случиться, соответственно, разговариваем о тех случаях, когда добавление сахара и или воды нам необходимо. Итак, начнем с сахара. От количества сахара в первоначальном сусли, в первоначальном сырье зависит то, какое количество алкоголя у нас будет на выходе. С одной стороны, существует прямая зависимость, то есть чем больше сахара, тем больше алкоголя мы получим в итоге. Но надо понимать, что дрожжи не способны сбраживать сахар бесконечно. Когда в сусле, в итоговом продукте накапливается определенное количество спирта, дрожжи начинают отмирать. Так, например, дикие дрожжи, то есть те, которые изначально сидят на нашей ягоде винограда, они способны сбраживать сусла до 11-12, ну бывает 13 градусов. Иногда, конечно, может быть и больше, потому что у вас могут жить какие-то очень специфические штаммы этих самых дрожжей. Но, как правило, это вот 11-12, ну 13. Если мы говорим о культурных дрожжах, о таких промышленных, есть спиртоустойчивые дрожжи, но максимум, что они могут выбрать, это до 20% спирта. Больше? Нет. И если вы сахара вбухаете много-много, то дрожжи все не съедят. Они не смогут это сделать, и сахар у вас останется. Соответственно, вопрос, а надо ли его добавлять так много. Ну, что касается пропорций. Значит, сколько сахара, сколько дают спирта. Перерасчет вы можете встретить разный. В разных научных источниках есть разные таблицы. Приблизительно коэффициент от 0,5 до 0,6. 20% сахара могут дать приблизительно 10, чуть-чуть больше процентов алкоголя. Повторюсь, таблицы пересчета есть разные. Есть они для реометра. Для реометра, как правило, используется коэффициент 0,5. И еще чуть-чуть для рефрактометра, как правило, для такого прибора, это коэффициент 0,6. В научной литературе я встречала коэффициент 0,55. Каким коэффициентом пользоваться вам, тут уже ваш выбор. Ну, я бы остановилась где-то на серединке. Пересчет приблизительно 0,55. Итого получается, что сахаристость, например, 20% нам даст в итоге, если мы считаем по коэффициенту 0,55, 11 градусов потенциального алкоголя. Что делаем мы, когда готовим по рецептам, которые встречаются в интернете? Мы к тем 20%, которые у нас изначально есть в нашем виноградном соке, добавляем еще столько же. Ну, есть такой рецепт, когда мы берем виноградный сок и бахаем туда 200 грамм на литр сахара. Что мы получаем? Мы получаем уже потенциальный алкоголь 22, который у нас никогда не выбрать. Этот сахар остается. Поэтому я всегда говорю, что если вам что-то необходимо сделать, изначально померяйте, что у вас есть в вашем сусли. Вполне вероятно, что сахара там более чем достаточно для того, чтобы получить хороший качественный продукт. Вот в таком припоре, как рефрактометр, заметьте, вот границы белого и синего. Это показатели виноградного сусла. Правая шкала – это показатель сахара. А слева вы видите потенциальный алкоголь. То есть сразу посмотрев, вы понимаете, что у вас в итоге может получиться. И только исходя из этих параметров, вы понимаете, надо вам этот самый сахар добавлять или нет. Напомню, потенциал 12-13% спирта. Больше нам и не нужно, если мы не хотим какие-то специальные крепленные вина. Потому что потом сахар убрать, если вы его насыпали, будет достаточно сложно. Поэтому вы смотрите вот эти показатели и только на основании этого вы принимаете решение. Дальше, сколько добавлять? 17 грамм сахара на 1 литр сусла повышает потенциальный спирт на 1%. Единственный момент, это указано в большинстве литературы, но я встречала немножко другое мнение. 17 это для белых вин, для белых сусел и 19 грамм для красных. Почему для красных больше? Поясняют это тем, что красные вина бродят при большей температуре и поэтому там может быть небольшие потери спирта. Что касается промышленного производства, значит в промышленном производстве небольшое добавление сахара для повышения спиртуозности разрешено законодательно. Процесс этот называется шептализация, но разрешено не во всех странах, только в некоторых и буквально на 2-3 потенциальных процента спирта, не более. Делается это только в плохие годы, с плохим урожаем, для того, чтобы вино все-таки было качественным, поддерживать его стандарты. В иных случаях это запрещено. Еще такой момент по добавлению сахара. Значит, какой сахар добавлять? Существует мнение, что добавлять надо только глюкозу, потому что обычный сахар, это же не виноградный сахар, дрожжи расходуют только глюкозу и фруктозу. Но на самом деле в виноградной ягоде сахароза тоже содержится, правда в очень небольших количествах. Сахароза это тот белый сахар, который мы используем в быту. Так вот, этот самый сахар, который мы используем в быту, состоит из двух частей молекулы глюкозы и фруктозы. Вот эта молекула, вот этот двойничок, попадая в кислое виноградное сусло, самостоятельно распадается на глюкозу и фруктозу. Поэтому добавление именно глюкозы в случае виноделия, это на самом деле не более чем коммерческий прием, ввиду того, что обычный сахар и глюкоза имеют разницу в цене. И что касается промышленного производства, например, в производстве шампанских вин, когда ставят на второе брожение и добавляют уже сахарный сироп с дрожжевой разводкой, тоже добавляют обычный сахар тростниковый, то есть добавляют сахарозу. Ну, тростников это больше дань традиции, нежели какие-то специфические предпочтения. Ну, конечно, если вы хотите, можно добавлять и глюкозу. Ну, повторю, что разница в цене, по-моему, по прошлому году была раза в два. То есть, ну, выбор всегда за вами. И теперь мы переходим к добавлению воды. Напоминаю то, о чем я говорила в начале, что хорошему суслу абсолютно вода не нужна. Если мы все правильно делаем, то, ну, зачем? Это просто разбавление. Если у вас хорошие параметры, зачем их разбавлять? Единственный случай, когда это оправдано, это экономия. Нам не хватает первоначального сырья, а мы хотим получить больше. И мы сознательно идем на ухудшение качества, ну, для получения большего количества. Вот это единственное разумное объяснение этих действий. Но, опять же, бывают случаи, когда. Как правило, добавляют, когда у нас у винограда высокая кислотность. Это бывает у некоторых сортов. Это всем известный сорт Изабелла. Это всем известный сорт Маркет, который обладает высокой кислотностью. И в наших более северных регионах эта кислотность будет выше, например, чем у южан. И тогда, чтобы сбить эту самую кислотность, проводят разбавление водой. Но при этом надо помнить, что если мы разбавляем водой, сахар тоже разбавляется. И, следовательно, нам надо будет добавить не просто воду, а воду с сахаром. Таким образом мы разбавляем вот эту самую кислотность. Сколько разбавлять? Ну, на самом деле, существуют даже специальные калькуляторы, которые рассчитывают все это от PH-фактора. Но определить PH-фактор в домашних условиях, определить вообще эту кислотность достаточно сложно. Лакмусовая бумажка – это пальцем в небо. Для этого существуют, скажем так, более серьезные приборы. Надо ли их иметь в домашних условиях и заниматься этим всем. Опять же, выбор за каждым из вас. Я считаю, что заниматься этим, может быть, и не следует. Ну, если мы, допустим, у нас нет никаких приборов, как определить, что кислотность, она очень высокая? Если уж совсем щипет, вот щипет-щипет губы, тогда да, кислотность высокая, есть смысл разбавить. Изабелу разбавляют от 50 до 500 мл на литр. Ну, честно говоря, 50-100 я принимаю. Когда 500 мл на литр, ну, это как-то слишком большое разбавление, как мне кажется. В таком случае, если у вас такие сорта с такой высокой кислотностью, то первое, о чем вам надо задуматься, не о разбавлении всего этого водой, а о том, что нужны ли вам эти танцы с бубнами. Может быть, есть смысл заменить этот сорт на другой, посадить тот, который в вашей местности будет иметь лучшие параметры. Вариант номер два. Если вот вам этот сорт, не знаю, дорог как память, или он имеет какие-то другие параметры, которые вот вам нравятся, то есть смысл держать на участке другой сорт, обладающий как раз-таки низкой кислотностью. Например, у меня сорт, который я использую для таких вещей, это русский ранний. Ну, на самом деле, он мне просто нравится. Он всегда стабильно дает урожаи, всегда хороший сахар. Ну, кислотность там, я не знаю по параметрам, но по ощущениям, как бы ее нет вообще. Я ее мешаю с зилгой из симоне, получаю прекрасно сбалансированное вино, хотя зилга и сама по себе даст прекрасно сбалансированное вино. У меня какой-то год получилось, что было вино только из зилги. Но вот такой сорт, при том, что он обладает очень хорошей урожайностью, он всегда исправит эту ситуацию. И вы разбавляете виноградный сок виноградным соком, а не водой. Второй сорт, который есть на моем участке, но он пока еще молодой, хотя в этом году покажу маленький сигнальный урожай, это галант. По какой-то причине, не знаю, в некоторых интернет-источниках галант был отнесен к столовому сорту, хотя выведен он был, по-моему, немцами. И у него два звездных винных родителя, это мускат блау и солярис. То есть, мне кажется, что судьба велела ему быть винным сортом. Ну и, конечно, параметры у него, крупные косточки, небольшая ягода, это больше параметры технических сортов. Сорт невероятно сладкий, созревает рано. В прошлом году, в конце августа, начало сентября, он у меня был уже готов. В этом году немножечко отстает, имеет очень приятный аромат. И вот в прошлом году я, уже дочка уехала в Минск, я была на даче, отправила ей, говорю, попробуй такой вкусный виноград. Она говорит, мам, знаешь, он какой-то пресный для меня. То есть, вот кислинки нету, но в некоторых случаях это и хорошо. То есть, у нас есть некий высококислотный сорт, и мы его либо смешиваем сразу, и совместно все бродит, либо потомку по жирам более кислое сусло и более сладкое. И тогда мы получаем, опять же, хороший, качественно сбалансированный продукт. То есть, не водой. Водой это, ну, так вот, самое, скажем так, ну, простое, примитивное, когда вообще других вариантов нету. Но, если вы с этим сталкиваетесь, то смысл задуматься, что вы делаете не так, и, может быть, пойти по какому-то другому пути. Когда еще, может быть, нужно разбавлять водой? Например, вы делаете вино из столового винограда, ну, вот по какой-то причине, да. Мы не будем вдаваться в подробности по какой, но столовый виноград имеет очень плотную мякоть, и сок он отдает крайне плохо. Вы видите, что фактически сок вы получить не можете. Тогда, да, имеет смысл разбавить водой. В каких пропорциях? Ну, максимум до половины. То есть, не на килограмм винограда 3 литра воды. Ну, это вообще, я не знаю, это компот какой-то получится. Есть такие рецепты, есть люди, которые так делают. При этом могут считать, что вино получается хорошим. Как бы, если вам нравится, ну, в принципе, ничего плохого в этом нет. Ну, если бы вы попробовали другое, более хорошее, то я думаю, что вы бы немножечко изменили свое мнение. Так вот, вот в таком случае, то есть, можно немножко воды добавить, потому что, ну, невозможно это отжать. Либо еще вариант, так получилось, опять же, по какой-то причине, не знаю, что ваш виноград перевисел и, скажем так, заизюмился. Конечно, есть технологии, когда виноград специально увяливают до состояния изюма и потом уже сбраживают. Получаются очень насыщенные сладкие вина. Но нам же надо оборудование, чтобы вот этот сок потом как-то отжать. У вас ничего нету. Ну, к примеру, что тогда делаем? Тогда мы тоже разбавляем водой. Ну, опять же, максимум, я считаю, что вот пол-литра на литр – это максимально, что можно. А в идеале, чем меньше, тем лучше. Ну, и добавляем сахара, если есть необходимость. Ну, вот в этой ситуации, когда у нас уже изюм фактически, мы понимаем, что там сахар большой и, возможно, что нам добавления сахара больше не нужно. Там и так уже сахарный сироп. То есть вот в таком исключительном случае мы понимаем, что отжать мы не можем, все это слишком сладко, водой мы разбавили на первоначальном этапе. Ну, и еще один вариант, когда у нас все нормально с соком, ничего не заизюмилось. Ну, вот сахар очень большой. Некоторые сорта способны выдавать тоже при определенных степенях созревания, уже даже перезревания до 30, иногда и до 35% сахара. А вы, например, не любите такое сладкое. Ну, и в принципе, там уже получается десертные вина, которые, ну, вам, допустим, не нравится. Как, что сделать с этим сахаром? Опять же, разбавить, но на начальном этапе. Потому что, да, мы разбавляем сахар. И последний случай, когда нам при виноделии может понадобиться и вода, и сахар, это при производстве второго вина или петю. Что это такое? Значит, мезга заливается водой с сахаром и вновь ставится на брожение. Этот способ был изобретен как раз-таки в целях экономии в 1800, не вспомню точно о каком году, одним из виноделов, который решил, что все-таки в мезге очень много еще чего остается, и хотелось бы как-то это использовать. Именно он и придумал, и в честь него как бы и названо вот это вино. Значит, в законодательстве оно запрещено. И вот это самое петю, оно, в общем-то, является фальсификатом вина. В одну из книг мне попалась целая глава, где стоял вопрос об выявлении вот этого фальсификата. И там они фальсификатом считали, когда 20, по-моему, 20% вот этого самого петю добавляется в обычное вино, и как это можно идентифицировать. Так вот, идентифицировать на тот момент было практически невозможно, потому что по многим параметрам все соответствовало и первоначальному экземпляру вина. Более того, в молодом состоянии, если вы немножечко поищите в интернете, в молодом состоянии петю может быть даже более приятное, более мягкое. Но в молодом после года уже немножечко будет разница. То есть, опять же, если мы хотим, например, сэкономить у нас сырья мало, мы можем ставить вот такое второе вино. При этом это вино мы можем ведь использовать не только для питья, мы можем себе оставить лучшие кондиции нормального вина, а вот это, скажем так, уже несколько худшее по качеству, использовать, например, для маринования мяса, либо сделать из этого винный уксус. Он тоже получится хороший, его можно с успехом использовать в кулинарии. И заметьте, что именно этот способ используется в фальсификации, когда мы заливаем жмых водой, сахаром и дображиваем, а не разведение изначально водой. То есть я нигде не нашла каких-то логичных объяснений, но тем не менее процесс добавления воды изначально, или там воды из сахара, и вот этот вот процесс еще раз сбраживания мезги, тем не менее это процессы разные, потому что если бы все было так просто, то, наверное, изначально было бы проще для того же фальсификатора развести водой. Но это вам вот надо подумать, то есть стоит ли разводить, даже в целях экономии, может быть, есть смысл подумать и сделать тоже второе вино, если вам это необходимо, если у вас хорошее сырье, его достаточно, то делайте хорошее, качественно вкусное вино, которое вас будет радовать. И в завершении я повторю ту фразу, с которой я и начала это видео. Хорошему сырью никакие добавки абсолютно не нужны. Те случаи, которые мы сегодня рассмотрели, это исключение, а не правило. И если вы применяете какие-то из этих добавлений регулярно, то вам есть смысл рассмотреть либо другие сорта, либо какие-то другие технологии, например, смешивание сусил различных сортов. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще», я вам оставлю ссылку на калькулятор шептализации, оставлю информацию по коэффициентам расчета сахара, ну а также ссылку на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!